ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ 13 сентября 2017 года Ливанская Хизбалла объявила о победе в Сирии, в то время как Минобороны России заявила о том, что лояльный правительству силы освободили от боевиков 85% территории страны. По данным Ливанской газеты Аляхбар, во вторник лидер Хизбаллы Саид Хасан Насрала заявил, цитирую, «Мы победили в Сирийской войне», конец цитаты. Он добавил, что, цитирую, «Продвижение другого проекта не удалось, и противоборствующая сторона хочет вести переговоры о некоторых уступках», конец цитаты. Начальник штаба группировки войск Вооруженных Сирий Российской Федерации в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин объявил о том, что, цитирую, «На сегодняшний день от боевиков незаконных вооруженных формирований освобождено 85% территории Сирии», конец цитаты. Генерал также добавил то, что ИГИЛ по-прежнему контролирует порядка 27 тысяч квадратных километров сирийской территории. По данным генерала-лейтенанта Лапина, за время проведения операции возле города Дер-Эзор, сирийская армия и ее союзники уничтожили 450 боевиков ИГИЛ, 5 танков и 42 технички, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Кроме того, были деблокированы 1 тысячи военнослужащих, находившихся в окружении возле аэропорта Дер-Эзора. Он также добавил то, что в районе Акербата на востоке провинции Хама ВКС России уничтожили 180 объектов ИГИЛ, включая склады с боеприпасами и командные центры. В тот же день министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Дамаск и провел встречу с президентом Сирии Башаром Ассадом. По данным Министерства обороны России, цитирую, «В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России по завершению уничтожения террористической группировки ИГИЛ в Сирии». Визит министра прошел на фоне продолжающейся битвы против ИГИЛ в провинции Дер-Эзор. Коалиции во главе США и поддерживаемые американцами СДС, сирийские демократические силы, пытаются занять богатые нефтеносные районы провинции возле города Дер-Эзор, и если это представится возможным, не допустить дальнейшее продвижение сирийской армии к границе с Ираком. В настоящий момент Альянс Сирии, Ирана и Россия разрабатывают стратегию, как наилучшим образом обеспечить освобождение города Дер-Эзор с учетом необходимости установления контроля над трассой Дер-Эзор-Багдад, которая будет жизненно важным маршрутом снабжения между Сирией и союзными ей Ираком и Ираном. Между тем, отряды сирийского армейского спецназа силы Тигра и их союзники начали штурм позиций ИГИЛ на территории города Дер-Эзор, а также подготовку к возможной операции по форсированию реки Ефрат. В северной части провинции Дер-Эзор СДС продолжили продвижение возле базы 113 бригады ПВО и заняли нефтебазу Садкоп, целлюлозно-бумажный завод, а также хранилище Хлопка. Кроме того, представитель связанного с СДС военного совета Дер-Эзор заявил о том, что СДС нанесут ответный удар по силам режима, если сирийская армия и ее союзники попытаются ударить по СДС. В городе Ирак СДС заняли район Токана и продвинулись севернее, вглубь позиции ИГИЛ. Наступление СДС происходит на фоне интенсивной кампании по нанесению бомбовых ударов по городу, которую осуществляет коалиция во главе с США. Продолжение следует...